— Владимир Леонидович Сывороткин, профессор у нас в гостях, и это «Час Земли», здравствуйте. — А вот приятно, когда очаровательная девушка, очаровательным голосом это говорит, а не я, человек толстый, брутальный, ещё и бородатый. — Ещё завышает статус. Я не профессор, я ведущий научный сотрудник. — Да? А у меня вот такая информация о том, что вы профессор. — Оль, ну я профессор САА, сподобился на старости лет, поэтому хотя бы один профессор у нас тут есть, да и это настолько не важно. — А вот вы знаете, Эйнштейн был ли профессором в тот момент, когда он всё изобрёл? Я был ясно, что нет. — Ну, я могу сказать так между нами, что быть научным сотрудником, это намного более, так сказать, приятно. Звучит, конечно, профессор это приятнее, но... — Да более того, толстого не было корочки, не то что профессора, а даже, я думаю, и не кончал он литературный институт. — Ну, почему мне так кажется? — Ну, прошу эту должность чисто преподаватель. Хотя в университете преподают все, я там в том числе, ну, нагрузка, конечно, на преподавательский состав, профессорские доценты, преподаватели, ассистенты, это несравненно выше, чем на нас, в научных сотрудниках. — Ай, не говорите. Ну, пока ещё не сгонила наука, не вся. Сдыхает, но не вся. — Ну, наше, особенно старое, так сказать, поколение, вот ещё воспитанное в самые лучшие годы Московского университета, а может быть, даже в самые лучшие годы геологической науки. Это, я считаю, середина 70-х, вот когда я учился, был студентом, потом в конце 70-х аспирантом. — Пожалуй, что и да. — Это, во-первых, ну, расцвет могущества нашего государства. И в то же время, и я просто служил по преподавательскому составу, по всему-всему-всему, потом пошло потихонечку на убыль, и вот такое у меня ощущение, что я захватил самый-самый-самый-самый пик развития Московского университета, ну, в Евросоветске. — Не, просто когда дойдёт до дна, то либо снизу постучат, либо пойдёт всё обратно куда-нибудь, потому что дальше уже будет некуда. Или не пойдёт, если всех нас ждёт судьба последнего поколения людей, которые помнят, что такое наука. Тоже может быть. — Наша кафедра, вот петрология геологического факультета, она, ну, такую марку держит. Это как-то мне пришлось об этом на РТВАе. Пригласили, да, в каком университете лучше учиться. Ну, и вот я отстаивал, значит, честь Московского университета в этом соревновании. А такой странный был стол общения, значит, вот мы с Иваном Засурским, журфака, сидели здесь в московской студии, в Израиле сидел один человек, а ведущие были в Штатах. И вот вопрос, а где лучше учиться? Сначала они провели такой, как это называть, с опросом русскоговорящих слушателей в этих странах. Ну, первое место там Оксфорд и Гарвард разделили, потом Парижский, как его, Сорбонна заняла третье место, и пять процентов получил Московский университет, четвёртое место, пять процентов. У Сорбонна было десять. Ну, понятно, что в Религии говорили о китайских и японских университетах, а университете на Зарбаевском в Астане тоже ведь сильные школы. Я тогда вот, когда меня ведущий вдруг из Америки случайно спросил, Валерий Леонидович, а вы-то как думаете, где учиться? Я ответил таким образом, ребята, ну, смотря, что вы хотите. Вот если вы хотите стать профессором в ведущих мировых университетах, надо учиться на нашей кафедре. И просто стал перечислять, ну, вот у вас здесь был Илья Бендеман, он нашу кафедру кончал, это профессор в Чикаго, да, Майка Полова, профессор где-то в Атаве, по-моему, в Канаде. Данишевский у нас, значит, в Австралии профессором. А ещё, ну, он не кончал этот... Удар был нанесен ниже пояса, кстати, вот этот подсчёт никто не из... Когда не делал. А где сидят выпускники? Вот где наши выпускники? Нам их жалко, мне их жалко, их разбирают, как горячие пирешки, да. Вот, и у нас есть, как бы, можно сказать, своя кафедральная лаборатория мирового уровня на Женевском озере, где тоже наш человек сидит, но он у нас не учился, он работал, его предыдущий заведующий добыл в Томске этого. Выскочил из головы, но это бывает. Ну, Томский университет тоже весьма и весьма. Да, его Леонид Львович Перчук, прошлый наш заведующий, значит, царство всём небесное, оттуда из Томска сюда привёз, он делает прекрасные математические модели петрологических процессов. У меня есть ощущение, что это некоторый круговорот российских или советских учёных по планете. Ну, в общем, так или иначе, так вот, возвращаясь к той передаче, когда пересчитали, то мы с Сорбонной местами поменялись. У нас, у Московского университета было уже 10, а Сорбонну мы отодвинули. А эти наши собеседники, ну, вот, израильский профессор, тоже, да, конечно, ну, вот, геологическая школа, ну, да, там, в России нефти много, так, Иван Засурский добавил, ну, коньяк, а был год, 13-й год, столетие, самое, Вернадского, да, ну, конечно, такие монстры были, как Вернадский, да, и вот мы так раскачали это, что 5% у Сорбоны отобрали, отъели, да, и я этим, так сказать, держусь. Так вот это мы, так вот о нашем... Ну, в общем, я хочу вернуться сейчас к прошлой нашей передаче и сказать, что на утро я получил интересный звонок, это в среду, значит, с утра мне позвонила Полина Владимировна Захарова, а это директор такой интересной организации, которая называется МОСЭКОМОНИТОРИНГ. Кстати, о ней надо знать всем москвичам, потому что это организация, которая, ну, расставила по всей Москве несколько десятков, ну, ближе к 30-40, наверное, станций, которые нам дают сведения ежедневные о... Экологические сводки такие? Да, экологические сводки, и в том числе у нас в Венигороде у них фоновая станция, и самые разные. Они кто? Московская служба, городская, федеральная? Да, Московская городская служба. Насколько объективны данные? Да, 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 Московская городская служба, у нас на метеостанции, метеообсерватории МГУ их тоже стоят приборы, и вот у нас на... там под Звенигородом есть стационар, такой институт физики атмосферы, там у них стоит. Ну, почему Звенигород? Звенигород считается эталоном чистоты воздуха в нашем регионе. Почему? Роза ветров такая. Западная. Преобладающая западная. То есть на Москву из Звенигорода дует чистый воздух, и по Москве реке течёт чистая вода. Ну, так было в те самые годы. Ну, и сейчас, наверное, роза ветров не меняется. Поэтому вся промышленность вынесена на восток. Так вот, она, послушав нашу прошлую передачу, пригласила меня вот поучаствовать, она была, так сказать, несколько удивлена, вот на климатический форум «17», который вот сейчас вот вторые сутки сегодня в Манеже идёт. Вчера я тоже в нём поучаствовал, а сегодня у меня, к сожалению, ну, по моим причинам с утра не удалось попасть вот на этот самый, давление было высокое. А надо было сразу с утра померил и сразу идти на электричку. Я не рискнул, чтобы подготовиться к вашему. Ну, такое бывает. Сосуды часто болят. Вот, а вечером той же самой среды я получил письмо после нашей передачи из Кёльна от некого Руделя Лешкеля. Ну, это наш, наверное, немец, я так понимаю. Он мне прислал новую теорию образования планеты Солнечной системы. У нас же был какой-то фрагмент в разговоре о том, что... Теория, имеющая отношение к реальности, или очередная придумка сумасшедшего. Иван тогда говорил, и сейчас скажу. Ну, я ему ответил, что, к сожалению, у меня два доклада вот на этом экологическом форуме. Я просто сейчас, ну, левым глазом почитал. Я не могу оценить, понимаете? Это с точки зрения физика. Он физик. Но я могу, скажем, ну, много чего читал, много чего видел. Как бы в целом свое ощущение выразить. Ну, сегодня, завтра, может быть, почитаю, отвечу коллеге. Но... И можно опубликовать. При нашем семинаре, о котором мы говорили, мы еще выпускаем сборник такой. Если в рамках науки, то можно излагать самое интересное. Это я к чему говорю. Меня очень порадовало, что наш первый наш эфир, он не прошел, так сказать, без службы. Так слушают же. Слушают, да. Ну, мне вот перед Захаровой немножко неловко. Сегодня к ним я не попал, но я думаю, мы эту вину... Ну, она уже простила, я понимаю, потому что раз слушает, то все равно хотя бы референт расскажет. Да. А с моей точки зрения, это что-то было эпохальное, историческое, ну, не знаю, как Парижский конгресс в метрологии, или все-таки не до конца? Ну, вот понимаете... Год экологии-то идет? Год экологии идет, да. Кстати, он будет продолжаться. Я еще одно приглашение получил из Владимирского университета, но за подпись у министра природных ресурсов и губернатора Владимирской области. У них там будет это действие, наверное. Я не знаю, как-то они связаны с этим. Ну, наверное, в общем-то. Просто все эти мероприятия, они... Ну, мероприятия прошли и что? Нет, мозгового штурма нет никакого. То есть это к реальной, серьезной науке не очень имеет отношение, это скорее... Это имеет отношение к тусовке. К практике. А в чем? К практику. Надо вот последний импульс такой о том, что мы вступили и будем пролонгировать этот киотский протокол в виде парижского соглашения. Хотя торгово-промышленная палата сопротивлялась, они отодвинули, по-моему, ратификацию на пару лет. Сейчас мы не сразу. Слушайте, ну, ведь на самом деле добьет. Ну, сказано начальством, что подписываем, и все. Да, сказано, но... Какие ученые, какие теории деказации мониторизм? Ну, был академик Кондратьев, всю жизнь положил на изучение углеродного цикла. Тогда же сказал, ребята, ну, вот написали вы там 40 этих моделей с углеродным циклом. Но качество наших знаний об этих газах, об их поглощающих способностях, вот это все, ну, такая, что модели различаются на 100% друг от друга. Поэтому на основе этих моделей никаких выводов, тем более организационных, это сказал самый компетентный человек в этом отношении. Ну, с другой стороны, мне всегда казалось, что парижский протокол, киотский протокол, это есть некая тусовка начальства, которое, если оно приняло такое решение тусоваться под этим флагом, то, в конце концов, почему нет? И ему совершенно плевать, что там на самом деле с этим всем происходит. Начальство меняется, но не у нас, слава богу, а меняется в Америке, ну, может быть, тоже, слава богу. И вот проследим, подписали они киотский протокол при Клинтоне. 8 лет проходят, приходит Буш, первое, что он говорит, чепуха какая-то, для Америки очень вредно. То есть, меняется кто? Демократы за республиканец пришел, да вы что это? Но при этом ничего не сделал. Нет, он не подписал, он не пролонгировал, они ничего, это мы. В действие киотский протокол привела Россия. Счастье-то какое. Да, причем, так, в целом антураж был не очень хороший. Тогда у нас был советник президента Лоренов, если вы помните такой. Помню его еще. Да, он как-то тоже был связан, вероятно, с теми краями, заокеанскими, вероятно. Ну, наверное, с другой какой-то партией. Поэтому он тогда организовал такие слушания, чтения. Был сильно скептичен. Очень был, да. То есть, так скажем, на стороне был республиканцев. Ну, тех, да. И тогда, вот после, я забыл этот год, он 2004, что ли, ну, неважно, все же есть. Какая прелесть. Смысл-то вот в чем был. Выступает президент Академии наук Осипов, уральский математик. И говорит, ну, вот в конце всех этих чтений, скажем, 2004 год. И говорит, что российская наука не нашла никаких, так сказать, причин, чтобы считать значим вот этот антропогенный вклад в климатические какие-то аномалии. То есть, мы отвергли. А российская политика нашла? Не проходит, как бы, трех дней, как президент, но уже не Академии наук, а страны, в Европе подписывает Киотский протокол, и мы туда вступаем. Но тут он все-таки, Владимир Владимирович наш понимал, понял, что немножко, как бы, скользкая такая позиция. И он тогда сделал такую ремарочку, что это, как бы, не имеет, как бы, это подписание, ну, как бы, научной основы. То есть, он, как бы, ну, сделал. Ну, сказано честно. Ну, сказано честно, да. А какая же была подоплека? Это было условие Европейского Союза, на основе которого нашу страну принимали вот в этот самый торговый, как это называется? ВТО. ВТО. Так хотелось кому-то, ну, тех, кто торгует там. До сих пор непонятно, кстати, мы правильно сделали, вступив в ВТО, мы неправильно, но мы уже вступили. Это называется, как пораскочив, то башек, куда вскочив. Ну, да, чтобы наступить на грабли, пришлось попрыгать еще по-другим, так сказать. И здесь подписали, и туда вступили. Ну, вот, я просто хочу сказать, что я, по-моему, где-то в том эфире об этом говорил, что, ну, никогда не думал, что мои чисто научные исследования, влияние вот процесса, великого процесса дегазации на климатическую систему планеты, окажутся переплетенными вот с этими закулисными какими-то... Продолжим вот это. Правда, вы объяснили попутно, почему так с Академией наук. А нахрена она тогда нужна, а? Если то, что говорят ученые, все равно никого не волнует. Ну, с Академией наук тут, ну, много можно найти. Много. Много всяких, да. Первое, это то, что, вот так, как мне кажется, я как-то... Если помните первые советские годы, то с Академией наук и новой власти тоже были такие же осложненные отношения, примерно, как и после контрреволюции 91-го года. Как-то Академия наук с новой властью, ну, не совсем. Особенно, там, экономически. С чем с любой. С любой, да. Ну, такие они ученые, вот, особенно академические, они какие-то такие. Они сразу, ура, там, не кричат. Правда, на любую власть, они, наверное, кричат, что плохая, свергать будут, а потом самих и разгоняют. Так вот, как советская власть вышла из вот этого кризиса взаимоотношений с Академией наук? Она создала институт красной профессуры, которая постепенно стала, как бы, ассимилировать, заменять, там, Академию наук, ну, а потом постепенно всё, как бы, сошлось. И интересно, вообще, в Академии наук такой вот, подумаешь, Вернадский, да, уже, ну, можно сказать, он же когда-то был причастен к покушению на царя батюшку вместе с Ульяновым. Специалист, конечно, но... Специалист, антимонархист страшный. Тут же президент Академии наук Комаров, ботаник. А этот монархист, он черносотинист был. И такой... Но ботаник хороший. Ботаник хороший. Так, черносотины это немножко, так сказать, немножко не так, так сказать, трактуют, потому что там хорошая компания, и Меделеев там был, и этнический вопрос-то был, там в организации было. Много, так сказать, представителей того народа. Много-много. Да, поэтому это были охранительные такие тенденции. Я просто хочу сейчас сказать, что советам в конце концов удалось всех разномастно политически ориентированных учёных впрячь в одну, так сказать, упряжку, и они создали, вот передали этот импульс от той науки до революционной суда. Ну, институт красной профессуры, а хотели там Гуначарский кого-то разогнать, но хотели тоже кого-то куда-то там. Так у нас наша новая власть повторила это путём создания высшей школы экономики, которая по существу заменяет Академию наук. Вообще, что за такое? Ну, как-то она заменяет с точки зрения внешних наблюдателей. Она, может, хочет заменить в бюджетной сфере, она заменила? С точки зрения выхлопа, я её называю грешным делом высшей школы по разбазариванию экономики, потому что я не понимаю, где та экономика, которую за четверть века могла бы построить высшая школа. Если то, что мы наблюдаем, это оно, ну, пираты, награблено, это всё было. Результат где? Я его не вижу. Нет, я за них никак не отвечаю, потому что я всё-таки... Там есть отличные ребята. На стороне. Я тоже консерватор, я на стороне. Я просто говорю, что вот конфликт власти с новой Академией, вернее, со старой Академией наук, он дважды. И при советской власти они сейчас взяли за образец, новые большевики тоже самое взяли. Но при советской власти есть одна всё-таки серьёзная чёрточка, которая отличает. При советской власти, которая сменила злой царизм, не было возможности продать землю и построить там жилой микрорайон. Ну, как с Пулковской обсерваторией сейчас происходит с полосой отчуждения. Имущество большое. Нет, это понятно. Вот это, боюсь, не позволит спасти всё-таки ту науку и передать её дальше, кроме как в отдельно взятых школах от человека к человеку. Ну, что теперь поделать? Ну, в общем-то, это так, наверное, и передаётся. Хотя я, ну, трудно сказать. Тут есть ещё всякие такие какие-то личные тут вот с наукой связанные коллизии. Не всё так, так сказать, просто в этом доме. Вопрос на засыпку. Хорошо, политическое решение о присоединении к политическому протоколу уже есть. А? Ну, есть политическое решение. Что могут сделать учёные, которые понимают реальности физических процессов? Видимо, ничего. Только говорить, писать. Писать, говорить. Ну, что? Ну, а что делать вот во всех таких случаях? Делай то, что считаешь нужным и будь. Вызывает раздражение, я бы сказал. Вот это. При руководстве. А, это вызывает раздражение. Страшно. Ну, вот я вчера пришёл на этот форум. Большая, в манеже, в огромный зал. Это пленарное заседание. Сидят люди там. Есть американец, француз. Больше всего мне мужик понравился из Белоруссии, кстати. Такой прекрасный сделал. Небольшой, они там минут по семь, по десять делают докладники такие. О том, как они на речках делают маленькие полотинки. У них гидростанции. На каждом скотном дворе у них есть переработка биогаза. Великое дело, кстати говоря. Вместо того, чтобы сделать один суперузел на всю страну и дальше черпать проблемы, как с большими электростанциями. Да, они внедряют вот это вот всё. Ведь у нас это и было раньше. Во-первых, это экологически на маленьких речках, так сказать. Они оживают, так сказать. Вот какие-то маленькие запруды какие-то. И всё это вот как-то реально делается, реально работает. Никаких каких-то грандиозных. И поэтому очень здорово мне это понравилось. А так в основном, значит, вот угроза этого углекислого газа. Это все в головах. То есть в Америке сейчас зреет огромный протест. Я тоже письма получал из Америки, подписывал. Там с приходом Трампа, республиканцев, стала партия и учёных, которые там всегда, так сказать, была огромная. Я получал письма. Думаю, Владимир Леонидович там пишет, что не думайте, что у нас все такие. Сейчас настоящая наука поднимает голову. И мы, значит, подписывали это письмо против вот этого самого дурацкого, якобы антропогенного глобального потепления. То есть там, ну, условно говоря, есть партия Рокфиллеров и партия Ротшильдов. Ну, в кавычках, конечно, ну, так, чтобы как бы коротко это говорить. Одни хотят использовать вот этот жупел глобального потепления. Ну, это никакая не конспирология, это можно открыть интернет. И секунду, как я увидел агитационно-пропагандистскую кампанию Гора на тему того, что он всех от всего спасёт. А тут у нас новости. Эфир и продолжаем наш разговор. Я на ближайшую минуту вот эту вторую, треть таким бы образом построил. Сейчас мне хочется после вчерашнего заседания сказать, ну, буквально 3-4 слова в защиту углекислого газа, иначе не забудут. Потом Оля говорит о том, что там всё-таки мы обещали хотя бы пару слов сказать про Йолстон. Я готов сказать. Слушайте, помню, в прошлом эфире они задавали десятки вопросов на эту тему и ждут. Я просто понял, что Йолстонский заповедник и Йолстонский супервулкан для нашего человека – это главная точка приложения его интересов на всей планете. Сметёт Америку с лица Земли или всё-таки ещё на такой. И нас, кстати, точно так же через неделю тоже. Сейчас вернёмся к этому. И главное вообще, чем сегодня хотелось бы рассказать, это про ультрафиолет. Это исходя из того, какая у нас сейчас погода. То есть, это то конкретное и полезное, что мы можем сегодня рассказать слушателям об этой погоде, с чем она связана и что надо знать. Так, про углекислый газ. Вот вчера очень многие большие люди там в Манеже так нападали. Ну, вообще, весь мир ополчился против углекислых. А что такое углекислый газ? Это основа для фотосинтеза. Это основа питания всей планеты. Фотосинтез – это растение. Ещё в 30-е годы Владимир Иванович Вернадский, наш геохимик великий, говорил о том, что поглощающая способность биоты в отношении углекислого газа намного превышает его содержание в атмосфере. То есть, Вернадский, великий геохимик, ещё там почти 100 лет назад, 90 лет назад сказал, что углекислого газа в атмосфере, там, 0,03% крайне мало для того, чтобы насытить ту биоту, которая у нас существует. И вот количество углекислого газа, ну, кстати, в меловое время, когда динозавры были большими, было 0,5%, сейчас 0,03%, ну, ещё чуть-чуть растёт, там, к 0,04% добирается. А было там в 15 раз больше, и чего динозавры были большими. Вот и всё, и процветала растительность. И в морях шла карбонатная садка. Это вот такой показатель. Ну, знаю, вот плывёшь по Москва-реке, в Верховек, там, на Байдарке, Тучково проплываешь, там, вот эти, под звеней игры, там, карьеры известковые, карбоновые известняки. Это когда углекислого газа много в атмосфере, и вода насыщается, морская вода тоже насыщена. Сейчас, скажем, ну, для того, чтобы образовать известняк, кальций, СО3. Кальция, там, в 10 раз больше, чем СО2. Поэтому сейчас в морях наших садка эта не идёт. Карбонат. Ну, только там, где разломная зона, по которой выходит газ какой-нибудь метана, перерабатывание метанотрофной бактерии, выделяется СО2, и тут же начинаются образовываться коралловые рифы, там, эльмшанковые какие-то рифы. Ну, это точечно. А было время, ну, вот, в Крыму мы идём, да, миловое это время, белые-белые-белые-белые-белые-белые разрезы, это всё известняки, Мергель, известняки, это всё садилось карбонатно. Сейчас совсем пусто в этом отношении. То есть, вот ещё одна такая идея, ну, может, моя, может, не совсем моя. Я почему сегодня со своих болячек начал, голова болит, сосуды, народ умирает на планете в основном от чего? От сердечно-сосудистых заболеваний. Порядок 60% смертей связано с этим. А вот если мы вспомним вот то же самое миловое время, когда бегали огромные динозавры, а некопытающие только зарождались, маленькие ещё, типа, крысят были такие, крысы. Вот. Вот углекислот газа было полпроцента. А когда антропогенез начался, ну, примерно 2 миллиона лет назад, он где в Африке начинался, да, там вот, где великое, вот это Алдувайское ущелье, где хомохавелисов нашли, семейство Лики. Хомохавелис – человек умелый. Вот там. Ну, поскольку дайка пересекала эту стоянку человека, то могли определить по абсолютному, абсолютному возрасту. Это тоже эпоха выбросов газа. То есть, и опять. То есть, я хочу, и антропогенез, и вот эволюционное развитие миликопитации шло в то время, когда в атмосфере углекислого газа было намного больше. А теперь его мало. И теперь, и как мы лечимся? Ну, вот есть такие практики, там, дыхание по йоге, там, по стрельникам, ещё по кому-то, там. Все эти практики связаны с задержкой дыхания. Для чего? Для того, чтобы напить углекислый газ в крови. И когда закисляется кровь, тогда начинается из крови кислород выталкиваться и пробивать вот эти мембраны клеточник. Ткани начинают питаться кислородом тогда, когда ты повышаешь содержание углекислого. Отсюда вывод такой, что мы живём в эпоху недостатка углекислого газа. Его не хватает, а пустынивание идёт. Нет пищи для биоты, для растений. И для нас это плохо. И вот когда на этом фоне выходят умные люди и говорят, что надо его утилизировать, надо изобретать какие-то эти самые... Я думаю, народ ушёл с ума, вероятно. Во-первых, есть великая фраза Райкина, куда более известная, чем все академические труды, и уж вернадские, точно, что человек вдыхает кислород и выдыхает всякую гадость. Таким образом, определено, что выдыхаем-то гадость, раз гадость, лучше от неё используем. Всё-таки каким-то образом избавиться. Я совершенно серьёзен здесь. Вроде бы умные люди очень часто говорят очень поверхностные вещи. А для того, чтобы оценить процессы в комплексе, чего происходит на планете, всё-таки надо быть или вернадским, или хотя бы взять его отношение к окружающему. Именно отсюда возникло само понятие ноосферы. Ну, как правило, берётся один отдельно взятый вопрос. А если это попадает к журналисту, а журналист при этом не сам академически образованный человек, и вот у вас начинается большая медийная кампания в рамках того, чего кто понял. Кто-то из политиков за это уцепился. Но это же тоже... Этот мир так устроен. И всё понеслось. Должен с вами полностью и целиком согласиться. Я, может, печален от этого. Мне не нравится, что оно так. Но это же Александр Македонский арестуетеля слушал. Сделали очень красивый и очень чёткий переход к той теме, которая нами была обещана, провёл эстонский вулкан. Потому что... Ну, сейчас кратко. Мы обещали в рамках нашей большой эпопеи, рассказов о великом процессе глубинной дегазации, экологических аспектов этого процесса. Мы ещё, может быть, расскажем про вулканизм в целом. Ну, я всё-таки 15 лет... Сколько бредовых фильмов прошло по НТВ, по НТВ, и сколько профессионального разговора. Елустонский вулкан – это фейк. Ну, вулкан есть. Супервулкан. Да нет такого вулкана даже. Есть некая кальдера, которая... Елустонский парк, кальдера, там, жёлтые глины. И изобретён-то. Вот вы совершенно просто гениально сказали. Это же какой-то режиссёр какого-то документального фильма. В 2000 году на BBC впервые прозвучала эта фраза «Супервулкан». Вот какой-то там режиссёр... А результат, может быть, снагосшиботен. Да, но она прозвучала-то на английском языке, и написали, наверное, это английскими буквами. Что там у Высоцкого потом про этот случай скажет на BBC? Да, на BBC, да. А ведь у нас учёные, я бы так сказал, делятся на две неравные категории. Меньше добывает знания, так сказать, в природе, а большая и более успешная часть, она добивается в англоязычной литературе. Вот кто первый там, вот кто-то что-то сказал «Супервулканы». А индекс цитирование в западных журналах, введённый Миноборнаукой, как показатель для учёных нашей страны. А цель нашей науки? Какова она поставлена? Увеличить количество публикаций в зарубежных журналах до 2%. Понимаете, поскольку в эфире запрещено материться, я не готов говорить, что я думаю по этому поводу. Я воздерживаюсь. Мы даже смеяться не будем, будем улыбаться. Так вот про супервулканы. Дело в том, что структуры такого типа в нашей отечественной вулканологии... Во-первых, я никогда не слышал, сколько я не занимаюсь вулканизмом, никогда такого супервулкана. В общем, придумал кто-то... Ну, красивый, согласитесь, термин. Так, термин-то красивый. Уложиться на палец. Но я бы сказал, что вот образ, который может, что ли, иллюстрировать вот это понятие «супервулкан», ну, пусть и устонский, они теперь там открывали их массу, там, и в Новой Зеландии супервулкан, и там супервулкан. И даже вычислили некую периодичность в Юлустоне, вот 600 тысяч лет назад раз, потом и ещё раз, и теперь уже вот скоро раз-раз, и ещё 600, и вот оно уже настало. Ну, хотя даже при этих... Ну, я не знаю, в такой ритмике я не верю, что такая была часовая ритмика, ритмиков процессов много. Но дело в том, что настолько много бифуркаций каких-то, вот интерференций процессов, что, ну, никогда строго два процесса в мире не повторятся. Но я возвращаюсь к тому, что, ну, во всяком случае, отечественная вулканология знала это понятие. Это у нас называлось вулкано-тектонические структуры. Самый прекрасный образ такой, или пример, я там вот несколько лет проработал, это паужецкая структура на Южной Камчатке. Это такая кольцевая структура, просевшаяся самым разным вулканизмом, пёстрым. Там и есть базальтовые лавы, есть масса каких-то пемзовых и кислых пемзов, пемза среднего состава, два вулкана. Есть масса литературы, монографические описания паужецкой структуры. Наша есть книжка «Большая структура гидротермальная система», написанная на паужецке. Ну, там возглавлял такую большую экспедицию, у нас много. Я из Московского университета, кто-то был из Саратовского. Возглавлял Серёжа Рычагов, Сергей Николаевич Рычагов, там из Института вулканологии. Саратовский университет, Московский университет, Иркутская геохи, Улан-Удэ, геологический институт. Вот так несколько групп. Потом мы там работали, Серёжа нас на паужецке принимал, как-то всё нам помогал. Потом написали, поэтому это ясно. Вот у нас сейчас погода. Погода. И сразу после этого продолжим. Тем более, есть огромное количество вопросов от наших слушателей. Часть из них сдадим. Вернёмся к нашим баранам на тему Иллаустона. Владимир Леонидович, вам слово. Да. Ну вот на примере паужецкой структуры, которая хорошо изучена, прекрасно. Такого же типа и то, что в Иллаустоне. То есть, извините, что перебиваю, просто есть уточнение от людей. И строение супервулкана никакое не особенное, о чём рассказывают некоторые каналы. Продолжим, продолжим. Не обращайте внимания на вопросы уточнения. Просто есть вулканы взрывного типа. Это вулканы, которые формируются вдоль западно-тихоокеанской окраины. И у тех, у которых есть периферический очаг. На глубину примерно, ну диаметром 10, 12, 5, 6, несколько километров. И столько же в глубину. Вот когда он полностью накачивается газом до последних садов, они взрываются. Образуется кальдера, и выстрелы эти улетают на 40 километров туда вверх. Вот самые сильные вулканы. Так, последние 15 июня 91-го года Пенатуба извергалась на Филиппинах. Сен-Хелленс, такого типа было взрывное извержение. Эль-Чичон в Мексике, ну и много таких. А вот если мы начнем больше делать это, просто нет физически того объема, который можно взорвать. Если у тебя кальдеры 30-50 километров, то нет такого резервуара, который можно накачать газом, чтобы он взорвался. Процессы, да, здесь идут интенсивные вулканические процессы. Они самые разные, как на Паужетке. Там масса залита кислыми пемзами. Но эти пемзы имеют каждый свой маленький-маленький какой-то очажок, какой-то подводящий канал. То есть вся эта каша варится там в мантии, мантии, граница моха здесь почти у самой поверхности. Но разгружается вот эта вся тектонно-вулканическая структура вот такими совершенно различными проявлениями вулканизма. И трещиной вулканизма, и в виде этих вулканов. А температура, ну, ребята, там, если у тебя изливаются базальты, это 1100-1200, может быть. 800 градусов это какие-то средние, андезитовые там. Может быть, там кислые они ещё поменьше, 750 градусов. То есть это целый спектр. И взорваться эта структура не может. Я бы вот сказал, у нас в Кремле, или там где-то в Кремле, есть два вот образа такого, я бы сравнивал с Елоустовским вулканом. Это царь Пушка и царь Колокол. Ну, царь Пушка. Ну, я бы ещё рядом поставил памятник Пифагору, который призывал к умеренности. Между двумя этими, да. Ну, вот меру надо знать. Законы диалектики есть. Ну, царь Пушкин никогда не стрелял, а царь Пушкин не бил никогда. Такую здоровую сделали, что стрелять не может. Так вот, Елоустон и вообще эти структуры настолько здоровы, что стрелять они, взрываться не могут. Но это не мешает их бояться. Ну, может быть, это полезно. Это полезно с точки зрения... Ну, знаете, вот любят народ попугать астероидной опасностью. Ну, хорошо, да. Если сильно напугаешь, получишь какие-то деньги. Вот кто-то сейчас пугается глобальным потеплением запугать так, чтобы получить в руки управление. Что такое СО2 с точки зрения права? Это показатель энергетической насыщенности страны. Это энергия. И вот кто-то очень мудрый и хитрый хочет эту энергию взять под контроль. Неких климатических, какой-нибудь IPCC, климатических комиссий. Я даже не вижу особой хитрости. Да. По-моему, просто элементарно. И вообще это было придумано... Вот Трамп сказал в сердцах, что это китайцы придумали. Вообще чушь собачья придумали китайцы. У нас ошибся принципиально. Это придумали против китайцев. И против Индии. Это против развивающихся стран, чтобы ограничить их безумный рост. Это всё придумал Черчилль в 18-м году. В 18-м году. Так, теперь мы вот ещё про самую нашу погоду. Жара пришла. Почему у нас жарко? Потому что у нас разрушен озоновый слой. Вчера было минус 20% озона. Минус 20%. Это много. Это много, потому что каждый процент... Ну, есть самые разные-разные показатели. Мы боимся биологически активного ультрафиолета. Который сюда, в отсутствие озона, сюда приходит. Первое, что... Ну... А сейчас стало жарко. И все раздеваются. А что делает ультрафиолет с человеком? Это бьёт по глазам. То есть масса... Раковые клетки. Ну, это кожа. Это не меланомный рак и меланома. Неприятность. Это растёт сразу, многократно. И главное ещё тоже такое иммунно-супрессивное воздействие. Или снижение иммунитета. То есть, когда в массе своей... Сейчас народ ляжет на пляже там где-то особенно. То мы получаем массовое снижение иммунитета, на фоне которого любую какую-нибудь микробину, которую каждый из нас, там, десятки каких-то разновидностей носят в организме, при снижении иммунитета все мы начинаем болеть. Начинаются массовые вспышки заболевания. Ну, во всяких медицинских справочниках там есть такой вот расклад. А потеря одного процента озона, а у нас вчера было 20 потерь, означает приближение к экватору на 150 километров или подъём в горы на 100 метров. Но вот 150 на 20 – это 3000 километров. Считайте, что вчера вы побывали в Африке где-то. Такое существо. И очень часто с этим связано плохое самочувствие людей. Да? Просто ни с чего. Ну, чувствуешь себя плохо. Медицинская статистика это и показывает. Тут есть ещё один аспект очень интересный. Дело в том, что когда усиливается поток ультрафиолета сюда вниз, то тогда в приземном слое воздуха начинает образовываться озон. Но там его убывает, а здесь как бы в компенсацию, но компенсация полная не происходит, идёт наработка приземного озона. А озон – самый сильный яд среди всех газов. А вообще он более ядовитый, чем синильная кислота. Почти как химическая таксистка. Лучше, что пусть он держится там высоко-высоко. Да. Где он полезен. Вот когда разрушается выбросами водорода, неважно чем оно, хоть топором там дырку прорубили в озоне, этот ультрафиолет, который начинает запускать озонообразующую реакцию, он приходит сюда. И самое это ужасное, обидное, что и обманчиво. Вот вспомним 10-й год, жара, все умирают тут в Москве от жары, едут куда? За город, звени город, к нам туда, Москва. Или там Зеленоград, какие-то вот. А там уровень приземного озона в три раза выше нормы. Взвени городе. Там, где самый чистый воздух. В это время в Москве, несмотря на всю эту запаленность... Торфяники и так далее у нас тогда же все были. Ну, торфяники просто дают этот самый фон общий. Торфяники дышать нам не доволи. Но вред был велик. Мы периодически будем встречаться, поскольку пока что не начался учебный год. И это радует. Повышая уровень грамотности академической и свой, и слушателей. Несмотря на то, что слушатели, судя по их комментариям, знают все равно все гораздо лучше, чем профессора. Но они очень благодарят за то, что вы очень много для них разъяснили. Мир перевернулся. Есть такая точка зрения, и это радует. Не хотел переворачивать. Но как есть. Огромное спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!